Скажем так, двадцатки в исполнении лидеров в этом виде спорта. Опять делаются строгие предупреждения руководителям художественной гимнастики мировой со стороны того же Международного Олимпийского комитета. Так что изменения в правилах неизбежны. И, по счастью, у нас есть возможность узнать об этом из, как бы так сформулировать, максимально первых рук. То есть из тех, которые будут вылеплять новые правила. Дело в том, что Ирина Вейнер, как известно, вице-президент технического комитета художественной гимнастики Международной Федерации Гимнастики, что в переводе на понятный и простой язык означает то, что она является вторым человеком в этом виде спорта в мировом масштабе. И она-то как раз и руководит внесением изменений в реестр правил художественной гимнастики. В конце выступления, в конце первого раунда этих соревнований вы услышите это интервью. А сейчас на ковре Демара Генатова. Она тоже тренируется в центре у Винер. Приехала она из Астрахани несколько лет назад. Нужно сказать, что девочка очень трудоспособная и достаточно одаренная. Чувствуется, конечно, в ее выступлении детская неловкость, но это все исправимо. Наташа, а что ты понимаешь под неловкостью? Так скажем, шероховатое исполнение каких-то основополагающих движений в этом виде спорта? Или, скажем так, наличие солидной школы при отсутствии, скажем, какого-то лоска? Ну, это скорее общее представление об исполнении элементов. Нет какой-то отточенности, чувствуется какая-то неуверенность. То есть все-таки речь идет о каких-то базовых недоработках? Да, безусловно. Что удивительно, обычно в школе в группе Винер таких как бы долго таких неприятностей не терпят. Исправляют практически моментально и практически все, что угодно. Вот и Елену Морзину ждет такая же участь. Я имею в виду исправление недостатков, поскольку она тоже все в том же центре тренируется. Да, она тренируется совсем недавно. Только с лета 99-го года. Появилась оценка, которую выставили Олесе Мануйловой и Лейсан Утяшевой. Первая получила скромный 19.35, Утяша была арбитрами отблагодарена в сумме 19.633 балла. КОНЕЦ Очень мягкая и растянутая гимнастка. Но вот чего ей точно не хватает, так это силы прыжка. И общей выносливости. Под конец упражнения она начала просто откровенно ввалиться. Молодец, устояла. Но тем временем супер-звезда мировой художественной гимнастики. Обладательница всех, кроме одного, титула в этом виде спорта. Двукратная абсолютная чемпионка Европы, абсолютная чемпионка мира Алина Кабаева. И начинает исполнение упражнения с обручем. КОНЕЦ 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 Нет, Наташ, как говорил Николай Николаевич Озеров, такой хоккей нам не нужен. Я имею в виду чемпионат Европы, который начнется 1 июня в испанском городе Сарагос. Это не та Кабаева, к которой мы все привыкли. Выступление просто блестящее. Здесь, наверное, есть просто все. И артистизм, и техника, и виртуозность. А вот мне-то как раз показалось, что далеко не столь великолепным, как обычно, было выступление Алины. В двух эпизодах была практически потеря равновесия. То есть на самом-то деле, на самом-то деле, как бы вот любой бы гимнастки исполнить так, и она была бы на седьмом небе от счастья. Но Алина-то делает, как правило, лучше. Но надо понимать, что это все-таки спорт. Да, невозможно все время выступать на максимально высоком уровне. Еще один лидер нашей гимнастики, Юлия Варсукова. Отлично известный всем любителям художественной гимнастики упражнение с мячом, практически выученное наизусть. Но оно претерпело некоторые изменения. В конце мы это и понаблюдаем. Агент спортивного канала Наталья Пакуева уже побывала на квалификационных соревнованиях, соответственно, кое-какими разведданными оплатает. КОНЕЦ Как ни странно, но вчера канала Наталья Пакуева уже поедала на квалификационных соревнованиях, соответственно, агент спортивного канала Наталья Пакуева уже поедала на квалификационных соревнованиях. Концовка выглядела совсем по-другому. Надо думать, что не совсем получилось конечное равновесие. Юля симпровизировала, несколько изменила концовку. Замечательный раунд мы с тобой пронаблюдали. Так, ну Алина Кабаева получает 20 баллов, тем не менее. Как, ну, я не планирую комментировать эту двадцатку, подобные двадцатки, десятки. Комментируешь уже много, да и ничего нового тут добавить нельзя. Это тот самый хрестоматийный случай, когда авторитет гимнастки сработал на нее на все сто процентов. Ну да бог бы с ним, да как бы будем уповать на то, что и на чемпионате Европы авторитет Алину не подведет. Да и форму она набирает с фантастической быстротой. Полагаю, что в Сарагосе она будет выглядеть гораздо лучше, чем в Москве. Елена Судакова исполняет упражнения с лентой. Сарагосе она будет выглядеть гораздо лучше, чем в Москве. Елена Судакова исполняет упражнения с лентой. Очень обидная ошибка она допустила, потому что лента была уже практически в руке, она даже отвернулась, будучи уверенной, что она ее уже поймала, и тут-то как раз она и выскользнула. Я не нахожу объяснение происходящему. Из тех гимнасток, что занимали первые шесть мест после квалификации, на данную минуту безошибочно не выступила ни одна. Просто ни одна. Вот последний из этого списка. Ничего себе мелкие погрешности. Две потери. Нет, мелкие погрешности были у каждого. Возможно, не будем пытаться сглазить. Итак, Зарина Гизикова на ваших ранах. Упражнение со скакалкой. Зарина Гизикова на ваших ранах. Зарина Гизикова на ваших ранах. Зарина Гизикова на ваших ранах. Он, правда, удался не вполне, но, тем не менее, ошибка допущена не была. Часто сравнивают Зарину Гизикова с Яной Батыршиной. Называя её Яна Батыршина номер два, на мой взгляд, это практически должно обижать Зарину Гизикова в центре, которому руководит Ирина Санна Винер. Несамобытных девочек нет вовсе. И вот сама Ирина Санна сейчас будет в нашем эфире.